Подрэнчник крок по кроку. Позьм А1. Лекция 20-го. Двадцатый урок. Продолжаем. Сегодня у нас часть С. Где естыш? Докунт едешь? Где ты находишься и куда ты едешь? Прочтём диалог. Халло, маме, где естыш? Алло, маме, где ты? На дворцу, на вокзале. По цу пошлаш на дворец? Едзеш до конч? По цу? Зачем ты пошла на вокзал? Едзеш куда-то? Не. Пытала только, как доехать до Торуня. Нет, я спрашивала только, как доехать до Торуня. Мажете еще уикенд в Торуню? В месте ест завсё так само. Я воляла бы ехать до пушчи, натура, лаз, звежэнта и так далее. Абсолютно не до места. И что тебе мечтается в выходные в Торуне? В городе всегда одинаково. То есть она имеет в виду, что в любом городе всегда будет так же, одинаково. Вместе в городе ест завсё, ест всегда так само. Я воляла бы, я предпочитала бы ехать в пущу, природа, лес, звери и так далее. Вот совершенно не в город. Але в Торуню нигде не было. А натуры воле углянуть в телевизоре. Но я в Торуне никогда не была. А природу я предпочитаю смотреть в телевизоре, по телевидению. А веш, же Хавьер хце ешче раз ехать в Татры. А ты знаешь, что Хавьер хочет еще раз поехать в Татры. Название гор. Романтичный уикенд в Татрах с Хавьером в Закопанном. Романтические выходные в Татрах с Хавьером в Закопанном. Сканд веш? Откуда ты знаешь? Бо влачне все спацеруемы над Вислом и розмовямы о той вытечце. Потому что именно сейчас мы все гуляем вдоль Вислы реки и разговариваем об этой экскурсии. Приедь что ли? А как доеду с дворца над Висой? А как я доеду с вокзала к реке? Итак, у нас есть два вопроса. Где? Где естем? Где я и нахожусь? И доконт яды напшик. Куда я еду? Итак, если мы едем в какой-то город, страну, здание, мы находимся где? Например, в Кракове. Используем придвожный падеж, месяцовник, когда речь идет о городе, стране, каком-то здании. И мы там находимся, мы используем придвожный падеж. Если мы туда едем, то используем родительный падеж, до Краково. Если мы говорим о горах, во-первых, всегда будет придвог В всегда. Если мы находимся в каких-то горах, мы используем также придвожный падеж, месяцовник. Если мы едем в горы, мы используем берник, винительный падеж. Если мы говорим о воде, реке, море, океане и так далее, и мы там находимся, то мы говорим над Балтыким, например, используем ножейник, творительный падеж. Всегда мы находимся над какой-то водой, потому что земля находится над уровнем моря, поэтому такой предлог над Балтыким, над Джеком, над Можем. Если мы едем в какой-то воде, реке, море, океане, мы используем берник над Балтыким. Если мы говорим о какой-то площади или о острове, выспа, остров, как будто бы высыпали песочек посреди моря и получился остров, выспа, остров, мы скажем на рынку, ну вот здесь имеется в виду какая-то площадь, на рынку и доконт на рынок. Итак, давайте выполним два упражнения. Вначале первое. Здесь нам нужно из двух вариантов выбрать один правильный. Мами пошла на дворец, маме пошла на вокзал. Мами пытала, як доехать до Торуня. Мами спрашивала, как доехать до Торуня. Мами нигде не было в Торуню, не было где, месяцовник, предлог на падеж, маме никогда не была в Торуне. Анджела воли поехать до Пушчи. До конт, до Пушчи. И вот он у нас, родительный падеж наш. До конт, до Пушчи. Анджела предпочитает поехать в Пушчу. Анджела нехце ехать до място. Анджела не хочет ехать в город. Хавьер хчао бы снова поехать в Татры. Хавьер хотел бы снова поехать в Татры, в горы. Помним всегда стараемся, предлог в. Закопаны есть в Татрах. Закопаны находятся в Татрах. Студенчі спацыруем над чем? Над Віслом. Студенти гуляют вдоль реки Вісла, над Вісла, над рекой Вісла. Трамвай номер 13 можно доехать над Вісла. Трамвай номер 13 можно доехать к реке Вісла. Маме ест на дворцу. Маме находятся на вокзале. И номер 2 сделаем упражнение. Здесь у нас в скобочках слова есть, нужно скобки раскрыть и правильное окончание поставить. Купили землю, где? В Польсце. Мы купили землю в Польше. Урлоп спендзали над чем? Над морем. Отпуск мы проводили на море. Мы скажем на море, но в польском языке над морем. Маже о доме в горах. Я мечтаю о доме в горах. Ядэ на нарты в Альпы. Я еду на лыжи в Альпы. Ходж мы над Вісле. Идем на реку Віслу. Нигде не былем в Чехах. Я никогда не была в Чехии. Идэ до школы. Я иду в школу. Ястам в школе. Я нахожусь в школе. Ютро бэнде в Катовицах. Утром я буду в Катовицах. И перед нами большая табличка. Здесь мы видим названия городов, гор, рек. Разные названия. И у нас два вопроса. Где и доклад. Как раз вот ту табличку, которую мы с вами разбирали. Будем тренироваться, использовать разные падежи, предлоги. Вот есть подсказочка. Кому надо, можете сделать самостоятельно, потом проверить себя. Но мы же читаем. Варшава. То място. Варшава. Это город. Значит, смотрим вот первую строку. Где? Естам. Где? Естам. В Варшаве. Яды доконт? До Варшавы. Я нахожусь где? В Варшаве. Мейсцовник использую. Еду. В Варшаву еду. До чего? До Пэлмяч. До Варшавы. Немцы. Германия. Это название страны, край. Где? Естам. В Немчах. Я в Германии. Яды до немец. Я еду в Германию. Россия. Россия, так же название страны. Где? Естам. В Росси. Яды до России. Я нахожусь в России. Jedу в Россию. Европа. Европа. Естам. В Европе. Яды до Европы. Мавопольска. Естам. В Мао-Польсце. Яды до Мао-Польски. Величко. Естам. В Величце. Яды до Велички. Пушча Бяловеска. Беловежская пуща. Естам в пушчы Бяловескей. Яды до пушчы Бяловескей. Торунь. Также продолжаем всё ещё рассматривать первую строчечку. Торунь город. Естам в Торуню. Яды до Торуня. И пошли названия гор. Бескиды, Судеты, Бешчады. Помню, что всегда предлог у нас В, когда мы про горы говорим ВВ. Итак, Бескиды. Естам в Бескидах. Яды в Бескиды. Судеты. Естам в Судетах. Яды в Судеты. То есть я нахожусь в Судетах, еду в Судеты. Видите, схожи с русским языком. Бесчады. Естам в Бесчадах. Яды в Бесчады. Я нахожусь в Бесчадах, еду в Бесчады. Морске око. Это озеро. Название озера. Смотрим уже. Вода. Естам над морским оке. Я нахожусь над морским глазом. Яды над морским око. Берник. Над цо яды. Адриатик. Естам над Адриатикем. Яды над цо над Адриатик. Канал Эльбонский. Естам над каналом Эльбонским. Яды над цо над Канал Эльбонским. Дунаец. Естам над Дунайцем. Яды над Дунаец. Итак, водичка закончилась. Началась у нас последняя категория. Плац, выспа. Какое-то место, площадь или остров. Двожец. Естем на дворцу. Ядем на дворец. Вокзал. Я нахожусь на вокзале. Еду на вокзал. Перон. Естем на перроне. Ядем или идем на перрон. Перон. Я нахожусь на перроне. Иду или еду на перрон. Шчит. Естем на шчыче. Ядем или идем на шчит. Шчит – это пик, например, пик горы какой-то. Я нахожусь на пике. Я иду или еду на пик. Сицилия. Название острова. Выспа. Естем на Сицилии. Ядем на Сицилия. Хорошо. Потренируйтесь, пожалуйста, еще раз сами прочтите все. Посмотрите в табличку. Посмотрите в подсказке с падежами. Потренируйтесь. А у нас с вами последняя часть на сегодня по втужениям. Перед нами наши герои книги. И надо сказать, доконт о неплануем вычачках. Куда они планируют экскурсию. Итак, читаем и переводим. Туристи с Европы, заходней, жадко звездаем всхуд. Но и та натура. Туристы с Европы Западной редко посещают восток. Но и это природа. Увельбям воды и спорты экстремальные. И гурские поведшие. Я обожаю воду, экстремальные спорты и горный воздух. В Японии не мамы готыку. А там есть целый центр в тим стиле. Хцеть теж спробовать специалу в фабрике цукерчей. Коперник. В Японии у нас нет готики. А там, куда едет маме, целый центр в этом стиле. Я хочу также попробовать специалу. То есть какие-то такие фирменные особенные блюда. Фабрики конфетной, которая называется Коперник. Итак, значит, маме хчао бы поехать до Туруня. Маме хчао бы поехать в Турунь. Анджела хчао бы поехать до Пушча Беловески. Натура. Но это натура на востоке. Но это природа. Анджела хчао бы поехать в Пушчу Беловескую. Так, это у нас Том. Хчао бы поехать над Дунаец. Потому что он любит горное паэр. Воздух, спорты и воду. То недалеко от Кракова. Около сту километров. Юж там было. Дужо люди. Але я то люблю. Это недалеко от Кракова. Около ста километров. Я уже там был. Много людей. Но я это люблю. Итак, куда бы он хотел поехать? Он бы хотел поехать. Хавьер. Хчао бы поехать в Татры. То есть Хавьер хотел бы поехать в горы, в Татры. И у нас остался Том. Том месяце лежа на полноце польски. Любя забытки техники, а Тен ест у Никотова. Это место находится на севере Польши. Я люблю такие технические памятники, достопримечательности. А этот уникальный. Эта достопримечательность техническая уникальная. Том хчао бы поехать над Дуна. Уве, прошу, то есть Уве. Уве хчао бы поехать над канал Альбонский. Уве хотел бы поехать на Альбонский канал. Как раз такая технологическая интересная штука.